Здравствуйте, друзья! У нас сегодня 25 декабря. В пользу случаем я поздравляю с Рождеством христиан западного обряда. Ну, а сам, вспоминая вот свой поход за грибами год назад, 24 декабря, выбрался в места с сосновым лесу, в котором я находил зеленые рядовки. Ну, скажу честно, я уже минут 20 гуляю, пока ничего не видел, а вот здесь вот таки нашел. Значит, вот под лапами ели у нас растут зеленые рядовочки под хвоей. Вот они прячутся вот здесь вот, вот здесь вот. Более чем уверен, что они достойного качества, но не считая то, что придется их очищать от песка. Значит, попробуем извлечь. Ну, более чем это я, конечно, немножко загнул. Скажем так, приемлемого качества. Но все-таки, с учетом того, что до Нового года осталось меньше недели, находить в лесу натуральные, съедобные грибы довольно-таки забавно. Пойдем дальше искать. Лиха беда начала. Может быть, еще что-то будет. О, а вот и еще одна приятная находочка. Грибовочка серая. Традиционно она растет в мху. Такая, конечно, уже на ощупь чувствуется, что она рыхловато. Но все-таки с оглядкой на погодные условия и время года можно порадоваться такой находке. Ну, и еще одна, например, рядовка серая. Кстати, это родственница крымских грибов, которые называются в Крыму мышата. Очень похоже, растет в похожих местах с того же семейства. Но, как бы, одно дело в Крыму, где собирать грибы, совсем другое в Киевской области. В конце декабря собирать такие рядовки. Я тут вот околачиваюсь, вот, там, где закончилась просека и вот всякие там остались замшелые места. Туда-сюда тут хожу, приглядываюсь к холмникам, вот нашел интересный букетик. Но так вот сразу не узнаешь эти грибы. Ну, это вот гиграфор поздний. Съедомный гриб. В принципе, даже мне показалось, что он вкусен в прошлом году. Я даже вполне рад такой находке. Ну, правда, у него цвет шапки немножко не такой, как он был, скажем, в ноябре. Но все-таки этот гриб можно отличить, если его достать и посмотреть на его характерную расцветку и форму снизу. Это гиграфор поздний. Вот его тоже сородич мелкий. 4 грибочков. В принципе, в хорошую погоду их вот так вот в конце ноября, в начале декабря здесь бывало довольно-таки много. В этом году практически не было. Вот только 1 грибочков. Это, безусловно, удача. Прямо из окна автомобиля я увидел это дерево. Все покрыто настоящими вешенками. Ну, конечно, если бы не подошел ближе, а подумал бы, а, это трутовики, то так бы ничего и не нашел. Но все-таки здесь полно вешенок. Где-то минут 40, если не час выбираю всякую мелюзгу, наконец-то попались более-менее нормального размена фламулинки. Вот они вдоль вот бревна старого. И вот тут надо ходить и смотреть под ноги. Это маленькие. Где-то еще вот здесь, например, это уже покрупнее. Конечно, если не с чем сравнить, то не поймешь, что смешно такое же. Больше, чем монета в 1 гривну. Ну, это да, это считается большие. бывают, и побольше, но в этом году не видал. вот еще. Так вот росло сейчас зимнее 5 декабря. 25 декабря 2015 еще пока года. Это вообще прямо из окна машины увидел. Ой! Что-то тут полили лесники. Значит, это фламулинка. Зимний опенок хорошо так расположилось на столе. А вот еще пару ушек. Ушек, к сожалению, мало сегодня совсем. Ну, ничего. Я уже сказал себе, ну все, еду домой без остановок. Но вот как же без остановок, если вот прямо из машины я увидел целый куст иудиного ушка. А сегодня у меня его практически и не было. поэтому еще этот кустик я соберу и уже точно не останавливаюсь домой. Ну, 99%. А вот и фламулинка под ногами. Ладно, тут уже до асфальта недалеко. Думаю, сейчас уже домой. Ну все, ну все, я выехал уже наконец-то на асфальт. Асфальт, конечно, такой подгулявший, но хоть какой-то. И в принципе наконец-то закончил сегодняшний сбор грибов. Значит, у нас сегодня за там несколько часов с переездами в корзинку попались рядовка зеленая, рядовка серая, гиграфор поздний, вешенка устричная, ламулина бархатисто-ножковая и льодина уха. Вот. В принципе, как для 25 декабря для Киевской области я бы сказал, что результат довольно-таки интересный. Даже не знаю, наверное, это уже будет закрытие этого года, но по идее в январе и феврале еще возможны какие-то грибные находки. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте большой палец кверху, то есть понравилось, а я постараюсь еще раз снимать какого-то интересного видео о грибах.